Мои любимые, сегодня по вашим многочисленным просьбам мы разбираем Ларису Гузееву. Мы Ларисочку знаем по интересной передаче «Давай поженимся», которая последние годы очень испортилась, так как они стали туда приглашать каких-то бомжей, беззубых фриков, и это превратилось скорее в какой-то сюр, правда же? И пишите, вот вы сейчас смотрите эту передачу, потому что я ее не смотрю, а ранее смотрела. Вот раньше она для меня представляла интерес, сейчас нет. Ну ладно, в общем, мы не будем уделять этому особо много внимания, перейдем к личности в целом, оценим всю ее, так сказать, конфигурацию, да, с разных сторон посмотрим. Что мы с вами видим? Мы видим женщину очень красивую, ей 63 года, мы видим с вами женщину очень родную, без каких-то понтов, вот этой какой-то спеси, да, потому что очень часто, если девочка из деревни, она девочка из деревни, мы видим такую чаще всего компенсацию, когда начинает девушка выебываться, и смотришь на нее, думаешь, ну что ты, что ты, боже мой, может быть, у Ларисы это было ранее, когда она была молодая. На данный момент она, в общем-то, я этого не наблюдаю, по крайней мере, я вижу что-то такое очень свойское, очень откровенное, очень такое, ну, в общении непринужденное, да, и ты как бы ей доверяешь, потому что она вот такая вот вся своя. Я не знаю, она искусственно это создавала в себе как-то, или это то, что ей было присуще всегда, я не слежу за ней на протяжении всех ее каких-то лет, да, не отслеживаю всю ее профессиональную деятельность и карьеру. То, что я вижу сейчас. Дальше, что я могу сказать, помимо этого, мы видим очень сильную материнскую энергию, да, хочется так вот прижаться как будто к ней. Ее, кстати, Гарик Бульдог Харламов очень любит ее и меня. Видимо, он в ней видит какую-то вот такую мамочку, вот что-то такое вот теплое, такая сисечка, где можно вот погреться. Почему мы это считываем? У Ларисы есть созависимость очень ярко выраженная, вот этот спасатель, который хочет всем вокруг помогать, и это очень чувствуется. Поэтому тут как будто бы вот возле нее как-то надежно. Есть ощущение, что вот она прошла огонь, воду и медную трубы, и она знает эту жизнь. И вот эту мудрость, она тебе ее дает, как бы щедро делится, и ты это берешь совершенно безапелляционно. Тебе даже с трудом хочется с ней поспорить, хотя там есть где поспорить, дурь там тоже присутствует, да. Это не всегда так, то есть она много где ошибается в своей категоричности, но так как она имеет вот эту какую-то внутреннюю власть, да, внутреннего такого. Но на самом деле, вот я хочу сказать, она классическая мама наркомана и алкоголика. То есть это классическая жена наркомана и алкоголика. Я не знаю, по какой такой причине, честно говоря, не изучала, что там с сыном и с дочерью. Ну, у дочери были какие-то подростковые там загоны, но в целом вроде как все нормально. Нет ничего такого, да. И среди мужей вроде, я не помню, были алкаши или нет. Но в целом вот она похожа, очень похожа, потому что у меня был большой опыт работы с наркоманами. И там вот такого плана мамашки. То есть ее можно представить себе директором лесоторговой базы какой-то, да. То есть есть вот эта какая-то статность, есть какая-то торгашеская нотка такая немножко, как будто пахнет и водкой, и селедкой, и салатами, и щас там вот. То есть не просто какая-то утонченная актриса, а скорее вот есть что-то такое из торговли женщина, да. Вот это какая-то вроде бы и власть, и щедрость, и смелость, и решительность, и нахрапистость. И такая как будто бы немножечко даже подавляющая энергия. То есть я пришла, звезда программы здесь, да. Я тут одна такая. И вот обратите внимание, ведь ее же не заменить. То есть она сидит в этой, так сказать, должности на протяжении уже многих лет, и ее вообще не заменить никем. Она незаменяема. Вот этих двух морковок по бокам можно менять, да, Василису, там, и вторая, там, психолог и так далее. Их можно менять, никто не заметит особо. Но вот она, королева, должна сидеть, потому что это действительно так. Но вот очень яркая, очень сильная, мощная, харизматичная личность с многогранной, такая целая компиляцией самых разных личностных качеств. Противоречивых совершенно. Там ведь есть и рокерша какая-то у нее, и татуировки, и пупки проколоты, что вы думаете, да. Там есть и алкоголичка, она действительно лечилась от алкоголизма. Там есть и депрессия такая, причем сильнейшая органическая депрессия, да, на ровном месте, причем возникающая совершенно. Она страдала такой тяжелой, затяжной, в общем-то, депрессией. Дальше, что мы с вами видим? Мы видим с вами и мама, и актриса. Ну, то есть, ну, столько всего намешано в ней, вот, и оно как-то тоже интересным образом переплетается, что вот оно, вот, она вот прямо фонит. Вот она сядет такая, и вот ее много, много. И я представляю, что с ней в отношениях может быть тяжеловато, тяжело. Это так, да, вот есть какая-то в ней васса железного. Люмени, значит, люмени, я сказал. Особенно вдруг, откуда ни возьмись, из нее начинает изрыгаться менторский, жесткий, садистичный, холодный, пугающий, вот аж до мурашек каких-то, даже до дрожи в костях вообще. Голос, жуткий совершенно, вот, можете где-то услышать это в ее интервью, да. То есть в ней как будто бы считывается какая-то надзирательница, вот такая беспринципная, леденящая. Вот есть. Вроде бы и сердечная какая-то женщина, и в какой-то момент, хоп, и включается другая какая-то плоскость совершенно. Другая, как у другой какой-то лик обнаруживается в ней, которого вообще-то в ужасе, да, ты его видел чуть-чуть, ну, вдруг он каким-то образом развернулся и вот так вот воспрял. Что это, где это, в каких моментах видно? И что мне не нравится? Вот лично я высказываю свое мнение, пишите вы свое мнение. Я не люблю, когда начинают унижать слабых, понимая, что он не может дать сдачу. Ну, не могу я на это смотреть. Это выглядит некрасиво, нехорошо, не должно быть так. Кстати, у Гордона, у которой украинский, она же с бородкой под Фрейда в закосе, мужской и женской, вот он также пользуется тем, что к нему приходят какие-то алкоголики, там, люди, которые, да, ну, такие вот уже, что называется в Америке, это называется white trash, я не знаю. Ну, вот бедовенькие сидят уже, отвечать ничего не могут ему. И вот он начинает сидеть нога на ногу и унижать. Ну, иди попробуй унизить кого-то, вот твоего плана хотя бы, или покруче. Ну, слабо, слабо. И вот это я не люблю в людях, не люблю. И у Гузеева это есть. Она может очень некрасиво унижать людей, пользуясь своим положением, что эта женщина, да, эта гостья, это, как, я не знаю, участница, да, ее шоу, не может ей возразить, ну, в силу того, что, ну, в силу объективных обстоятельств не может. Она сидит на чужой передаче, она всех тут боится. Это же Гузеева у себя дома, она-то не у себя дома. И вот идет такое размазывание какого-то там, ну, или мужчины, или женщины, да, вот приглашенного человека. Вот это я не люблю. И это то же самое, почему я и говорю, да, в ней есть вот этот надиратель, есть это что-то такое ментовское. Потому что то же самое мы можем увидеть у надирательницы в тюрьме. Она же отрывается, эта надирательница, вот на человеке, который не может ей оказать сопротивление. Он не может этому противостоять. И она, допустим, эта надирательница может ее отлупить дубиной, там, как-то избить ногами и так далее, обливать ее кипятком, закрывать в одиночной камере, ну, и так далее. И, да, вот я хочу показать вот некоторую параллель в каком-то смысле, да, когда человек позволяет себе издеваться на слабом. И вот у Гузеева есть вот этот вот момент, который мне не нравится. Ну, не нравится. Или какая-то хабалка вдруг включается, вот такая базарная баба. Есть тоже, это очень сильная такая яркая субличность вдруг разворачивается, и пошла какая-то вот что-то такое, разнузданность какая-то. Что-то такое, пошла, да. Вот, это тоже не очень, так сказать, выглядит лицеприятно. Но в целом, да, мы ее все-таки с вами очень любим, действительно, за то, что она вот такая какая-то своя, родная, да. Вот это мы в ней видим сильную работоспособность, волю, несмотря на то, что вроде бы она, да, страдала алкоголизмом, но мы эту волю видим. Она есть, эта воля. В противном случае она бы не достигла таких результатов к своим годам. Ну, хотя она к каким годам? В общем-то, к 63-м годам, понятное дело, что должна была уже чего-то достичь. Нет, мы не видим унитаза. Часто, например, женщине 60 лет мы уже видим какой-то унитаз, дурочку уже какую-то глупенькую, да, уже идут какие-то процессы такие возрастные. В данном случае мы видим с вами трезвый мозг, абсолютно такая рассудительная, безумное чувство юмора, очень находчивая такая, живая, да, видим эту витальность, мы видим эту энергичность, совершенно безумную такую, безудержную, как она справляется с диким количеством предложений, она какие-то огоньки ведет, и в фильмах снимается, и в клипах, и черти что, да, чуть ли не политическую карьеру уже собирается делать, ну вот, ну, хотя она вроде как ее побаивается, этой политической карьеры. Ладно, далее, что мы видим? Отношения с матерью была очень сильная зависимость от матери, очень сильная, но в этих отношениях она несла роль сама, мама мамы. Вот есть, например, зависимость от матери, мама, я буду слушаться тебя, как ты скажешь, так и будет, есть такие послушные, теневые дети, да, и вот она за мамочкой там бежит, мама сказала, так, ты с этим мужиком жить не будешь, хорошо, мамочка, ты там-то туда не пойдешь, хорошо, мамочка, то тут другая история. Она в силу своей созависимости Лариса взяла власть над своей мамой, она стала ей мамой. У меня есть отдельный ролик хороший на эту тему, когда ты мама своей маме. И вот у Ларисы скорее это получилось так, она была мама своей маме. Что еще мы видим? Да, вот эта патологическая такая интересная привязанность была, мама своей маме. Ну, вообще, у созависимых людей, когда они вовлекаются в жизнь другого, куда-то сильно идут помогать, они, естественно, эмоционально привязываются к объекту своего, так сказать, обожания, да, она становится такой... Они его как-то парализуют даже своей помощью, создают в нем некоторую немощность. Вот, почему я и говорю, что она очень похожа, в общем-то, классическая такая мама алкоголика и наркомана, но вроде как у нее это все обошлось. Что касается ее воспитания с детьми, да, как она их воспитывала, тоже очень отдельная история, очень интересно. С сыном она как-то была очень жесткая, она сама об этом говорит, да, холодной мамой такой, садистичной. А с дочерью, что меня настораживает, она ее все время называет девочка. Вот девочка, да, эта девочка, да, у меня с девочкой хорошая. У меня вот... Потому что когда мама ребенка и дочку называет девочка, да, или мальчик сыночка называет, то это говорит о некоторой отстраненности, что как бы девочка ничего мне будет стоить. Это, в общем-то, да, это вот девочка, то есть, ну, как бы вот это вот отрешенность, ты вот девочка немножечко не моя, ты там девочка, да. Вот. Вот. Почему это уже как бы ее личный психолог будет исследовать эту сферу, с чем это связано, да, если это ей будет интересно. Ну, вот просто интересный момент такой. Он есть, он присутствует, что это не дочка, это не мой ребенок, а это вот какая-то вот посторонняя девочка. Обратите внимание, да. Все время фонит вот эта девочка, девочка, девочка. Так, по поводу, значит, диагноза. Ну, что мы ей поставим? Истероидную акцентуацию, конечно же, мы ей поставим. Актриса, боже мой, актриса это истероид, прежде всего, тем более уже женщина, понятное дело. Мы это видим, это истероидность сочится во всем. Безвкусие, согласитесь, да? Ну, вот такой какой-то колхозный вот этот вот образ, несоответствие каких-то цветов. Ну, ты хочешь сказать, ну, ты вот одел этот горох, горох, тут что-то губы красные, горох, тут какие-то рюши, тут и вот это все как-то вот, начесы какие-то. Ну, то есть, видно, что она это делает сама. Не стилист над ней поработал, а вот она сама с утра встала, и вот что-то ей захотелось, вот такое вот, ярко такое выраженное. И это выглядит очень часто, не очень, так сказать, ну, даже не то, что уместно, это выглядит несколько безвкусно. Потом, конечно, лишний вес. Она женщина очень красивая, вот эти бриллиантовые, безумные глаза. И если бы она похудела, она была бы просто божественна. Но никак. Она, видимо, любит вкусно покушать, соответственно, тем более муж-повар, я не знаю, не расстались с мужем, вот это я упустила этот момент немножечко. Так, что еще мы... Ну, вот, категоричности, опять же, я к ней вернусь, да, что вот есть ее мнение, и только ее, а остальное неправильно. И вот с этим быть тяжеловато. Вот когда ты чувствуешь, что с человеком как бы, ну, может быть, в чем-то трудно достучаться где-то, да, вот она как-то поддавливает немножко этой какой-то категоричностью. Так, 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 так. Ну что, любимица многих женщин на самом деле ее очень многие любят. Это понятное дело. Так, а еще считывается какая-то немножко сексуальная агрессия. Что как будто она мальчик, иди сюда, да, я тебя сейчас обласкаю, мой сладкий. То есть это чаще свойственно мужикам. Это такая очень мужская черта. И тут вдруг она ее, как бы, перенимает в себе, как бы, интегрирует в себя, так сказать. То есть она это имеет. Почему я ей говорю, да, что ей как будто бы присущи вот это какая-то, что ли, чуть-чуть мужская энергия, присущи вот эти какие-то яйца. Потому что, ну, ты считываешь в ней это. Что, ну, иди сюда, побалуемся с тобой, мамочка разберется, как у тебя там и что. Есть это. И это часто мужчин пугает, конечно же. Потом есть вот этот взгляд. Она людей оценивает. То есть каждый раз, когда она садится вне зависимости с каким-то интервьюером или это какие-то гости пришли, у нее есть вот такой взгляд. Ну что, говно вонючая. Ну ладно, давай посмотрю на тебя. И вот, ну что там, господи, боже мой. Ну не знаю. То есть человек себя сразу начинает чувствовать каким? Что он какой-то не такой, что с ним что-то не то. Он как-то не то что-то говорит. Как будто он подпадает под какую-то лупу. Есть ощущение, что она смотрит насквозь. Насквозь, как будто тебя всего видит. Есть ощущение уязвимости сразу с ней какой-то. Ну то есть я сразу от лица гостя могу это сказать. Что я какой-то весь убогенький тут пришел, а она сейчас оценит, посмотрит, что тут говно-то, господи. Ведь насквозь все вижу, боже мой. Вот это. Есть вот такой вот момент. Что еще? Ощущение, что она, ну что называется, как я уже в начале говорила, вода, там медные трубы и так далее, что не то, что по трупам пойдет, а то, что не составит труда, ну я не знаю, там, к примеру, с кем-то водки попить, помыться в бане, она очень коммуникабельная, где-то секс переспать, режиссер, ха-ха-ха, хи-хи-хи, все легко. Ведь посмотрите, в целом она очень неплохо везде шла. А ведь для этого нужно обладать множеством самых разных личностных качеств, да, вот в чем-то, где-то иметь какую-то и беспринципность, да, и не побрезговать чем-то, и коммуникабельность какую-то, и дружить уметь с нужными людьми, и похохотать, и вот это все есть в ней. Вовремя встать, умыться, собраться, накраситься, поехать, быть в тонусе, поддерживать, позвонить, поздравить и так далее. И это все есть. И это все есть. И так я к вопросу о том, что она действительно вышла из деревни в очень такие серьезные дамки. За счет чего? За счет определенной формулы. Вот такой вот личностный. Так, какие еще вообще привести эпитеты сюда? Давайте посмотрим. Про менторский голос я сказала. Ну, родная, да, есть. Вот есть такая вот, ну, вот родная такая женщина, как будто ты ее знаешь очень хорошо, как будто бы вот, вот очень такой, как вот близкий родственник какой-то. Ну, ладно. В целом, если брать фильмы, я считаю, что она не реализовалась как актриса. К сожалению, талантливая, в принципе, девочка, но я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Вот мы знаем только один с ней фильм «Жестокий романс». Все. Правда же? Больше мы с ней фильмов особенно и не знаем. Ну, и не знаем. Хотя вот столько лет вообще актерского стажа, где-то она там что-то снимала. Ну, не знаем мы этого. Почему? Не понимаю. Я не могу сказать, что она какая-то бездарная. Нет, она не бездарная. Девочка талантливая, красивая до безумия. Почему? Не знаю. Не понимаю. Ну, хорошо, вот выстрелила хотя бы на этих передачках. Что еще мы с вами скажем? Про Гарика я сказала, что у нас обеих очень любят. Все, мои любимые, в целом вы поняли, о чем хотела я сказать. Да-да-да-да-да. Вот такой интересный замес у нас с вами. Значит, что я хотела сказать. В этот четверг по закрытой ссылочке я вам покажу очень интересный влог про одного хищника, которого я себе завела домой. У меня дома живет хищник. И я про этого хищника, про свое домашнее животное буду вам рассказывать. Как мы с этим хищником тут живем, как мы с ним гуляем, моемся, кушаем и так далее. Это будет безумно для вас интересно. По закрытой ссылке только для подписчиков Телеграм. Поэтому, чтобы не пропустить это событие, обязательно подписывайтесь на меня в Телеграм. Ссылка будет внизу в описании. И в четверг выйдет только для вас по закрытой ссылке суперинтересное видео, мои любимые. Ну вот, я вас люблю, целую и обнимаю. Пишите, кого из известных людей вы еще хотели бы разобрать. Субтитры сделал DimaTorzok